Музыка Так, сейчас вступает Юрий Николаевич Хозлов Это руководитель Таунстейской рабочей организации Луганской народной республики Тоже с первого дня участвовал в тех действиях боевых Они захватили здание СБУ в городе Луганске Взяли оружие и с тех пор вот работают Расскажут Да, расскажут Дорогие товарищи, дорогие мои единомышленники От всех ребят наших, луганчан Тех, кто взяли оружие и встали на борьбу с фашизмом С геофашизмом С украинским лицом Который к нам в Донбасс пришел И мы к Киеву Они к нам пришли на Донбасс Они агрессоры Стоят сейчас у нас возле наших домов Они обстреливают наши города и села Так вот, от всех своих товарищей Я передаю вам пламенный коммунистический привет И говорю, что наше сегодняшнее мероприятие Знаковое мероприятие Чем же оно знаковое? Да первое знаковое Тем, что про них проходим Собрались мы на родине Первой революции Где нашей победившей революции Где впервые рабочий класс пришел к власти Где впервые было положено Конец эксплуатации человека человеком Открывались прекрасные просторы Для строительства нового общества И деды, прадеды наши верили в это Что мы победили И победили такие И показали, что может себя защитить Та революция, которая стоит чего-таки Какими большими очень потерями Но победа была за нами Знаковая тем, что именно в этот столетний юбилей Мы собираемся в канун столетнего юбилея Чтобы сделать анализ прошедшего Посмотреть ошибки И во многих выступлениях Вот здесь сидишь Душа буквально радуется Как действительно видно Анализ происходит И определиться, что нам делать дальше Поскольку время, регламент Тут о многом не скажешь Я вот свой доклад, который написали Я передам его в президиум Где собирают доклады А сам немного скажу от себя Вот так вот Поскольку Ну умного я ничего такого не научу Как человек практик Как человек, который занимается практической работой Ну поделиться есть чем Итак, что же произошло на Украине Всем понятно Фашистский переворот Кому он был выгоден? Кто это делал? Да прежде всего Соединенные Штаты Прежде всего Те институты Те, кто Бисмарк в конце концов читал И помнят его выражение Если хотите ослабить Россию Организуйте войну с Украиной Когда братья пойдут друг на друга Будут убивать И тогда только этим путем Можно не победить Но обессидеть Россию можно И вот Лелеяли они это Еще с Ангелемской империей Лелеяли эту идею Национально Чернячка вот этого Сказать вы такие, не такие И надо сказать Когда произошел Развал СССР А это Первейшая причина Вот этой нашей Донбассовской войны Номер один Это цепочка Двящаяся Из Киргизии Когда там с Узбеками Резня было И из долины Где дрались С турками И это Закавказье И это Приднестровье И вот Наконец Это Донбасс Это Причина Того Великого горя Которое произошло Для нас Это развал Вашей родины Развал СССР Вот это Используя это Америка Финансировала Знали все Помолчали Что Националистические Лагеря Финансировались И были Ну можно сказать Чуть ли не Государственной Политикой Украины Особенно Приющенко Они ездили И в Приднестровье И ездили В Чечню Ездили в Абхазию И там Везде воевали Где только Против России Целое поколение Воспитывалось Но в общем Было пока тихо Пока И вот Назрел момент Да Момент Назрел И Скажем так Прометие Словозглавляемое Януковичем Показало себя Не с лучшей стороны Вместо того Чтобы навести Хоть какой-то порядок Может быть Конечно Это растягнулось Было во времени Но Произошло То произошло Я свидетель Этому Потому что Пришлось в то время Мне жить в Киеве Работать Верховной ради Украины И видеть Как это происходит Каждый день Ходил через Майдан Когда Оторваненным людям Говоришь Зачем ты сюда Пришел Ведь ты одно Рыло У корыта Поменяешь на другое По сути Тебе ж не будет Так Это самое Нет Бандера Приде Порядок На ВД И все И ничего Не докажешь Сразу Были выключены Все российско Говорящие Каналы И пошла Такой Поток информации Про Вальпазги Что Ну буквально Было трудно Даже Ну Нормально Высовущему Человеку Держаться Но кто-то же Должен был Противостоять Этому Кто-то должен И вот Когда приезжал К себе На Донбасс А я был До войны Депутатом Луганского Областного Совета И Видя Как происходит Растерянность Вот этой власти Правильно Сказал Николай Васильевич Когда только Сбежал Янукович Половина чиновников За чемоданы взялась И стала на лыжи Но Остались люди Осталась Та сама Организация Людей Вы не поверите Я иду с поезда А после памятника Ленина В центре города Вот эти Ребятишки 14-16 летние С палками ходят Подхожу Сынок Это кто На памятнике Чего ты ходишь Ленина защищают А кто такой Ленин Посмотрел Как по меня Говорит Слышишь Дядь Я вот не знаю Но Ты знаешь Он был за наших Ленин Вот Так что Не зная этого Но Стали организовываться И вот тогда Казалось бы Букоммунисты Ведь вы Противоположность Фашизму Встаньте Организуйте Пойдут за вами И вы тогда Сейчас были И у людей И ваше время Пришло Организуй борьбу Но нет Что получили Мы от КПУ Сепаратисты Террористы И Весь Луганский Областной Комитет И те Кто Встали на борьбу Были просто Напросто Распущены И вышли Внутые Из партии Это за что За то что Это было На вашу Мельницу Воду Или Когда вы По 90% Брали Голосов Своих Чтобы там Врать и сидеть Так это Луганщина Давай А когда встало Вот такое Вот время Пришло Испытание Вот иди Луганщина Уже не нужно Вы Сепаратисты Террористы Они борцы С фашизмом Они забыли Тогда что С чего Начался фашизм С того что Памятник Ленина Это Мировое достижение Памятник В ЮНЕСКО Занесен Эти Варвары Прыгающие На Майдане Сфавили И каждый Себе по кусочку Отвертеть От того Памятника Хотел Это С того Началось Что ЦК КПУ Было Разнесено В щепки Сожжено Полностью Вот с чего Начался фашизм Пришел И вы Встаньте Вы защищайтесь Так нет же А какие то Были коммунисты Это были Красные Буржури Скажем так Откровенно И я Хотя Вот Это самое Как Член КПУ До последнего Был Я же видел Это все Мы старались Боролись И не зря Ну вот именно Всеукраинский союз Рабочих Разоргнаны В 2009 Году Только лишь Не разогнан был Ни одного человека Не исключили Где На Луганщине Смогли Отстоять И отстояли Отстояли Вот свою ячейку Работы В трудовых коллективах Да Было И сохранили И поэтому Боевая организация Которая Ну половина Совета Который был Первого созыва Это были коммунисты Которые Ну не по решению Там партии А по Зову совести Пришли туда И заняли Вот эти вот места И посмотрите на герб Вот Луганской Республики Народной Видите звезда Красная Это Благодаря тому Что мы этот герб Пусть не все Как могли Время трудное было С нуля С чистого листа Начинали Но как могли Мы уже Свою позицию Отстаивали И Старались Как-то Ну Бороться С тем Что нам предстояло Что же Происходит На самом деле В коммунистическом Движении Вот сейчас КПУ К сожалению КПСС Ушло Никуда Нет Для нас его Больше На Луганщине Нет Трудовком Который был Который был Приказал Долгожить Сидят Ждут Первый секретарь Можете его Лицезреть Включите Каналы России Келенгаров Спиридон Павлович Это наш Первый секретарь Дает указания О том Что не собираетесь Ждите Переждите Выждите Чего Жизнь идет Надо бороться Надо показывать себя Своё лицо Надо Говорить о нас Сейчас Потому что Потом Это уже Будет поздно Что же Сделали Наши Братья Товарищи КПРФ Ну Ждали Придут Думали Сейчас Вот они Да Пришли По линии СКП КПСС Парин Ты Не в те двери Постучался Привезли Вот этого Сказать Это будет у вас Первым секретарем Обкома Но мы же знаем Он еще У Батьевщины Ходил с Юлей Целовался Он был секретарем Он был секретарем Райкома Уля Цзинюка И теперь Это вот Будет мне Коммунисту Со стажем Рассказывать Как вести Партийную работу Это что Товарищи Пришли Или это Слон Посудной Латвии Который Думает Возрождать Коммунистическое Движение Нет Поэтому Приходится Работать С чистого Листа Вот собрались Те люди Мои Диномышленники Те кто Работал Во всеукраинском Союзе Рабочих Те кто Стоят На классовых Позициях Общества И можно Сказать Да Начинаем Вот с нуля С нуля Делаем Будем идти Вот Спасибо нашим Товарищам РКРП На которых Можно положиться С которыми Можно действительно Как говорят Кашу сварить Вот занимаемся Сейчас И Надеюсь В будущем Будем Идти И заниматься И стоять Вместе Причем К плечу Товарищи Как говорят Критикуя Предлагай Да Мы видим Что Вторая попытка Вот создать Коммунистические Организации В роли КПРФ И КПУ И других Вот этих Партий Которые Допускаются Парламент Бургазия Разрешает Им попрыгать Сделать Такой Вот Красный Вид Вот На самом деле Я считаю Эта идея Терпит Ну Серьезное Поражение Вы видите Как КПРФ Опозорилась Этим депутатом Которого На Украине Убили Вы видите Как КПУ Опозорилась Не найдя себе Места Когда Началась Борьба С фашизмом И вот Мы Люди Стоящие На классных Позициях На классовых Позициях Должны Объединяться Вместе Объединяться Почему наши Враги Не имеющие Такой Мощной Теории Но Чуя Своей Развелиейной Чуйкой Объединяются Кто Надо Кто Вася Кто Еще Какой-то Организацию Мы Просто Обязаны Другого У нас Тоже Нет Объединиться Мы Помним Когда Нам Становилась Наша Советская Власть Был Создан Коминтерн Эта Организация Помогшая Стать По-настоящему Советской Россией А затем Советскому Союзу Состояться Как Государству И Когда Была Кругом Блокада Тем не Умение Имея Через Коминтерн Связи Получать Такую Информацию Которой Ну Я думаю Это Была Замечательная Идея И воплощена Она Была Замечательно Вот Сейчас Перед нами Стоит Такая Жи Идея Пусть Это В новом Каком-то Нельзя В одну Речку Войти Дважды Но Объединение Вот Наших Всех Партий Небольших Это Просто Мы Обречены Мы Обязаны Это Сделаем И Вот Этот Центр Координационный Где мы Свои Все Действия Координировать Должны Где-то Вокруг Чего-то Должны Сплачиваться Я Считаю Что Это Просто Необходимо И Поэтому Даешь Коминтерн Мы Поведим Аплодис Аплодис Должен